Всем привет! Сегодня я хочу показать вам рецепт очень вкусного бисквитного торта. Его можно сделать как просто себе на десерт в обычное время, так и побаловать себя на день рождения, на какой-то праздник. Получается очень вкусный, очень легкий десерт и в то же время калорийный тоже легкий. Давайте покажу вам, что для этого понадобится. Так как это у нас торт, мы будем делать отдельно коржи. И для каждого из коржей вам понадобится 3 обычных куриных яйца, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 1 чайная ложка разрыхлителя и буквально немножко ванильного сахара. Что же касается начинки, которую мы будем делать для нашего торта, то здесь вы можете поиграться своими вариантами, но мне понравился тот, который я вам сейчас покажу. А именно, основа у нас будет клубнично-творожная, то есть я приготовила здесь клубничку и также творог буду вместе с ней размешивать. Для сладости мы добавим мед и также разбавим это все сметаной, для того, чтобы у нас получилась именно такая кремовая консистенция, которая похожа именно на начинку торта. Для этого будем использовать сметану, можно использовать для этих целей тоже йогурт еще. Ну, давайте приступать. Первое, что мне нужно сделать, это отделить белки от желтков во всех яйцах и с этого я, наверное, и начну. Белки я буду сразу отправлять в блендер, потому что мы их будем взбивать. Как я и сказала, белки мы будем взбивать до высоких пиков, а вот в желтки я сразу добавлю 2 столовые ложки укурузного крахмала. Также буквально на глаз ванильного сахара и еще нам понадобится 1 чайная ложка разрыхлителя. Сразу это все размешиваем до получения однородной такой массы. Теперь я буду брать эти белки и взбивать их до высоких пиков, а потом покажу вам, что делать дальше. Белки мои здесь уже взбились. Теперь я их беру и буду аккуратно добавлять к желткам. Теперь нужно аккуратно перемешать. И здесь очень важно вот так вот аккуратно заворачивать снизу и потом наверх. Если слишком сильно здесь мешать, то вы разрушите структуру взбитых белков и у вас не получится такого пушистого бисквита вкусного. Поэтому старайтесь очень аккуратно. Теперь все это я беру и выкладываю в форму для выпечки. И отправляем это все в духовку приблизительно где-то на минут 10-15 при температуре 180 градусов. И пока запекается наш бисквит, давайте перейдем к начинке. Я это все содержимое буду сейчас взбивать в блендере, вернее перетирать в блендере до такой кремообразной консистенции. Сразу это все я отправляю в блендер. Следом отправляем туда, ну я начну наверное с одной ложки сметаны. Или может быть давайте полторы положим сюда сметаны. Так как сам бисквит у нас практически не сладкий и мед лучше не использовать в запекании. Я буду использовать мед в нашей начинке для того, чтобы начинка была очень сладкая. И последний шаг это клубничка. Несколько штучек. Вы можете бросать ровно столько, сколько вам нравится, сколько вы считаете нужным. Давайте попробуем как это все у нас на вкус. По-моему отлично. Достаточно сладко, но в то же время не приторно. Бисквит у меня кстати уже готов. Я один заблаговременно приготовила, поэтому можем уже даже приступать к тому, чтобы его украшать. И все, что нам осталось делать, это сейчас вот эту начинку выложить сверху на первый корж наш бисквитный. Что я начинаю делать? Здесь лучше не жалеть, потому что смысл бисквита заключается в том, что он очень многое может впитать. И он становится очень мягким, очень вкусным. Поэтому сильно не жалейте. Следом сверху идет второй бисквит. И его мы тоже будем украшать по тому же принципу. Последнее, что мне осталось, это слегка его украсить сверху. Я здесь подготовила клубничку. Как-то нужно это все красивенько выложить. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что вам этот рецепт понравится и вы будете готовить себе такой бисквит. Мне очень нравится его воздушная такая легкая текстура. И сейчас лето, и можно его делать с абсолютно разными фруктами. И с каждым получается по-своему интересно и по-своему вкусно. Если вы будете готовить по этому рецепту, обязательно выкладывайте свои фотографии в соцсети с хэштегом PPBeautyBenefits. Я с удовольствием на них посмотрю. А на этом я с вами буду прощаться. До встречи в новых видео. Пока! Первое и самое интересное для меня это вот такие вот летние сланцы. Я в прошлом году себе тоже такие заказывала. Они немножко по-другому выглядели. У нас с вами еще осталось очень много продукции, о которой я хотела бы с вами поговорить. Что-то я допользовала до конца. От чего-то я буду избавляться практически нового, что мне не понравилось по качеству. От чего-то я буду.